Поездка в столицу страны обернулась для крымчанки плачевно. Женщина ездила в Москву к дочке, вернулась оттуда, вернулась с инфекцией. Сейчас пациент в стационаре, а родные под наблюдением. Было госпитализировано 3 числа в инфекционное отделение в условиях боксированной палаты. Установлены контакты, это 4 близких контакта, это ее родственники, и 6 отдаленных контактов. У контактных лиц был отобран материал, по вчерашним результатам материал отрицательный. Больная находится в условиях стационара. Проведена по месту жительства заключительная дезинфекция. Список всех лиц, которые контактировали с больным, еще не установлен. Больная с родственниками добиралась на такси. Информация в МВД направлена, с аэропортом тоже работаем, но прошу, мы направим ту информацию, которая у нас есть, чтобы ее разместить в средствах массовой информации, для того, чтобы, может быть, как... Коллеги, ну это без проблем, здесь МВД полное содействие оказывает. Любая информация в публичном поле размещается в кратчайший срок. Всего в Крыму больных коронавирусом 22 человека. Глава Крыма Сергей Аксенов настоятельно требует соблюдения режима карантина. Ведь только так можно быстрее остановить угрозу и вернуться к привычному ритму. Глава заявил, крымчане, которые продолжают игнорировать указ, подвергают жестким мерам не только себя, но и всех жителей полуострова. Количество резко увеличилось автомобилей. Это опять все до следующей вспышки или где-то очаг образуется. Опять придется все перекрыть и тогда режим будет сильнее, чем в Краснодарском крае, коллеги. Просто предупреждаю. От коронавируса на полуострове смогли излечиться 5 человек. Еще 16 продолжают лечение. Их состояние специалисты оценивают как стабильное. Под медицинским наблюдением остается почти 3000 человек, а в стационарах 65. На этой неделе заработала и лаборатория на базе Республиканской детской клинической больницы. Там проводят тесты на предмет выявления COVID-19. Вчера мы запустили, начали тестирование. Мы планируем в нашей лаборатории, с сегодняшнего дня мы начинаем брать анализы у наших медицинских работников, которые находились в контакте с положительными по COVID-19. Наш приоритет – это тестирование наших медицинских работников. Строгое соблюдение всех правил и предписаний возможно сократит сроки режима самоизоляции. Но даже в таком случае необходимо соблюдать меры предосторожности. Регулярная дезинфекция общественных мест продолжается. Производство таких средств защиты, как маски, перчатки, костюмы идет в полном объеме. Теперь разрешение на их продажу будет только у одной фирмы. Я думаю, что это будет к информации, потому что только организации, имеющие лицензию на отпуск лекарственных препаратов. То есть маски и перчатки защитные и так далее, они не будут продаваться на три месяца, срок действия, не будут продаваться в супермаркетах, в других магазинах, только через аптеки. Уже запустили и ялтинский обсерватор. Он готов к приему граждан и оснащен всем необходимым. Продолжение следует...